Привет! Как и в прошлом году, я заранее знал, какой видос хочу показать вам под конец года. Сегодня мы ковыряем «Я когда-нибудь уйду» Моргенштерна, и по-моему, он является артистом года. И именно артистом года. Если вам так удобнее, лицедеем года. По-моему, в этом плане он просто обошел всех на голову. И если у вас другое мнение, или вы хотите выразить согласие, не согласие, то я приглашаю вас в комментарии. А мы начинаем. Темп у нас 134 удара в минуту на сегодня. И первым делом мы добавим плагин. Никакой. Потому что для нас любезно согласился записать гитару сам Руслан, отечественный битмейкер. Я пришел к продюсеру, который повысил себя сам с мамкиного комнатного до отечественного. Так что мы теперь будем заниматься серьезным делом, да. Специально для этого видео он записал вот такой длиннющий трек, в котором на разный лад несколько раз сыграл мелодию из «Я когда-нибудь уйду», из которой мы сейчас нарежем левый канал, правый канал и центральный канал. И еще мы пытались реализовать мои более масштабные планы. По ходу этого забавно поболтали. Может быть в этом ролике вы увидите кусочки этого разговора. Сейчас мы будем вырезать отсюда кусочки. Вырезали. Вот сюда нажали. «Make unique as sample». Ищем следующий. Вот этот сэмпл отправим в левое ухо. Вот этот сэмпл отправим в правое ухо. Вот этот будет центральным. И они все вместе уже звучат прикольнее. Такое дичайшее стерео получается. Использовать мы будем в основном вот этот кусок. Так что давайте мы сейчас его быстренько разровняем. Для этого каждый аудиофайл я переключу на «Generic» в «Declicking Mode». Возьму лезвие и буду кромсать. Главное, чтобы не кликало. То есть каждая склейка не должна быть слышна вообще в идеале. Вот я их выровнял. Теперь как-нибудь их все назовем и сбрасываем на микшер. Сразу соберем групповый канал гитар. И начнем безумные дикие обработки. Краеугольным просто камнем всех обработок будет «Vintage Rotary». Например, здесь мы выбираем пресет «Bright». И сразу... Сразу зазвучало просто как сказка. Единственное, из этой сказки нужно немножко прибрать лишнего низа. Вот как-то так. И потом, естественно, можем накинуть сразу RC-20. RC-20. Мне больше нравится называть RC-20. Noise отключаем. Воблу оставляем. Как-то вот так. Чуть-чуть спейса. Обработка левой и правой гитары у нас будет одинаковая. Так что пока сделаем все на примере одной. Пресет «Ultra-Syn». Чтобы звук был таким более маленьким, нежели вот этот огромный звук главной гитары. После этого «Tremolator». И, конечно, «Pro-Q-3». Прибрать низ. И, конечно, после этого RC-20. На нем уже будет пространство побольше. За счет ревера в RC-20 я хочу сделать маленькую приколюшку, которая как плацебо будет просто делать этот звук чуть приятнее для меня. Левая и правая гитары на 100% отправлены влево и на 100% отправлены вправо. Но реверберация, по факту, будет немножко из левого сигнала перемещать в правое ухо. И за счет этого каналы немножко смешаются и якобы будет звучать немножко естественнее. Но мне так кажется, я это сделаю, потому что мне хочется. И немножко низу убавим ревера. Если мы просто так возьмем и перетащим все настройки на соседний канал, то тогда он и переименуется в GTRL. Так что придется по одному плагину перетаскивать. Нет, винтаж ротори мы убавим на 50% DryVet. Чтобы немножко прерывался звук более естественной гитары. Да, как-то так. Немножко убавили канал центральный. И займемся обработкой группы инструментов. Первым делом поставим один стереоконтрол. Затем, чтобы сейвбаз включить и фреквенси на максимум. Чтобы, короче, в сайте сильно слишком не бубнило. После этого повесим Pro Q3, в котором тоже начнем творить дичь. Но не дичь-дичь, так сказать. Side. Mid по центру. Немножко вырежем. Так сказать, make sample воздушным и gain. После этого, конечно же, нам нужен фильтр Saturn. Потому что без Saturn ничего никуда не поедет. Низкий диапазон частот мы особо сатурировать не будем. И просто в нем еще немножко убавим низ. Вот как-то так. А здесь же мы немножко задерем вверх. Буквально капельку. Clean tube. Засатурируем. Ну, это было совсем не обязательно. Но я решил немножко поджать звук для плотности, который, естественно, никто никогда не услышит. Но я просто жму стол погромче. Если вы захотите то же самое, повторите на библиот для контакта. Я чуть позже в видео покажу, как это сделать. А если вы хотите поковыряться в этом проекте, или если вам нравится это видео, то смело ставьте лайк. И когда под этим роликом соберется 3333 лайков, я выложу проект у себя в инстаграме. Ссылка на инстаграм тоже есть в описании. Так что, если вы хотите меня поддержать, если вам нравится этот ролик, или если вы хотите поковыряться в проекте, который получится в итоге в видео, то ставьте лайк. А мы продолжим. И заре сэмплим, наконец-то, эту мелодию. Получившийся сэмпл открываем. На него кликаем правую кнопочку мышки. Выбираем open new fruity slice. Выбираем здесь бит нарезку. Щелкает, кликает. Чуть-чуть задираем атаку. Чуть-чуть decay. Пока на этом остановимся. И сделаем звучание, как в интро этого трека. Для этого правая кнопка мышки клонируем его. Каждый второй звук вот так вот удаляем. Протягиваем его и... Почти. Просто нужно вот этот задрать на 200... Давайте 200... 11 процентов. Атаку задираем. Decay. Задираем. Но еще это уже просто... Это мои домыслы. Но если мы вот эти звуки развернем... Вот таким вот образом-то... По-моему, это именно то, что было во вступлении. А потом... Только здесь единственное, тоже нужно задрать продолжительность. Да давайте до 109. Ну и позвольте мне чуть-чуть посочинять. Давайте клонируем гитару еще раз. И по-моему, в самом припеве она зажевывается еще сильнее. То есть атаку задираем еще сильнее, дикие сильнее. Чтобы получить более дерганное звучание. И можно продолжительность до 105 опустить. Видос называется «Стас три часа». Включает макбук и ждет, пока там появится Windows. Да что не так-то, а? Зараза, я же держу. Я слышал, как Стас мотекнулся. Я сказал «зараза». Обычно, когда я скучаю... Делаем выводы. Делаем выводы. Отписываемся. Ставим дизлайки. Нас обманывали все это время. Монтировать-то я буду, так что... Так сказать, как сказать. У нас есть все партии гитары. Но там помимо гитары есть еще один инструментик. Я возьму его из мелотрона. Потому что большое спасибо Артуре. Они мне его предоставили. Если у вас нет мелотрона, можете воспользоваться Редтроном. Это бесплатный плагин. Я его много раз уже тоже использовал в видосах. Мелодия там звучит как-то так. Без кринжовых напевок. Финальный видос года. Не финальный видос. Так что... Вот. Да, то что нужно. Ну и давайте добавим маленький фарш-ложок. Почему бы и нет. Теперь все вот эти гитары мы сбрасываем на один канал. Мелотрон сбрасываем на соседний. И на мелотрон, естественно, просто кидаем RC20. Вот как-то так сильно не паримся. Все вместе звучит. А на гитару, естественно, мы кинем еще один Сатурн. Потому что без Сатурна и жизнь не мила. Переключаем везде на клинтьюб. Нижнюю часть снова мы особо сатурировать не будем. Зато немножко и убавим. А верхнюю подогреем. А если на мелотрон, немножко тримулатра. Вот так. Чуть-чуть, чтобы дрожало. И давайте соберем все это опять же в группу. И добавим биток. Уже традиционно почти весь биток из МЗ, кроме вот этого хета, который из ПБС. Катат селф на басе. И кто для вас артист года? Я уже спрашивал в начале, но если вы не написали в начале, напишите сейчас. Мне правда интересно. Потому что имен стало больше. Но по-моему, пока что Алишера никто не переплюнул. Давайте на октаву вышивок. Если вы с этим не согласны, пишите в комментариях. И давайте сделаем разгончик баса на Е ставим. Нотку делаем слайдовой. И вот такой она будет длины. Вот тут небольшое прерывание. И обычную нотку ставим на B4. Отсюда. Вот так. Обычную нотку убавляем в ноль. Здесь у нас уже идет F. Пам-па-па-бам-пам. Вот так. Выделяем. Ctrl-U. Вот вся партия баса. Теперь выделяем это все. Ctrl-C. Идем на тик. И Ctrl-V. Alt-K. Enter. И просто вот этот разбег удаляем. И получаем партию кика. Вот. Windows. Ты кудесник, Стас. Ты просто космос-стас. Слышал эту песню? Да. Мы же из одного поколения. На самом деле, не уверен я в этом, но близко. Ну смотри, мне кажется, что я из поколения прогрессивной молодежи. Ты относишь себя к этому поколению? Я отношу себя к поколению прогрессивных долг. С клэпами все традиционно. Хаист мы давайте немножко вот так сделаем его помельче. Коуз тоже сделаем помельче. Этот снаер у нас играет вот такую партию. То есть у нас совпадает с клэпом, но вот эти звуки, совпадающие с клэпом погромче, а ритмические звуки будут потише. И еще один ритмический звучок сюда. А второй снаер будет играть просто ритмические звуки без совпадения с клэпом. И опять же, я тут использовал лейринг, но возможно в оригинале его нет. Возможно я его придумал. Если это так, то ничего страшного, я считаю. Только вот этот клин надо все-таки немножко подсократить. Нормалайз и немножко EQ ему убавим. С хай-хетом все традиционно. Второй звук делаем просто чуть-чуть потише. Выделяем и Ctrl-B. Но естественно будет несколько пробежек, а они все будут на одной трети. Вот на этой. Вот например вот здесь, Ctrl-U. Вот это уберем. Вторая будет где-нибудь вот здесь по-моему. И здесь тан-та-да-дан-тан. Вот это с киком будет совпадать. Во второй половине будет все почти совпадать, за некоторыми исключениями. Вот эта пробежечка переедет вот сюда. А здесь у нас и громкость им протянем. Наверное вот так давайте. А здесь снова пробежечка на одной трети. Вот и всех это. Естественно не забываем крутануть им shift. Прописаны вообще все партии. Теперь давайте все переименуем и сбросим на микшн. Вот ты когда свои первые видосы снимал, у тебя же не было записи экрана? Не помню. Вот ты мне показывал видос, там не было записи экрана. И у нас не будет. Кошмар. Потому что мы нормальные ребята. Мы сейчас на словах раскидаем. Короче тут такой трек, вы не просто не поверите пацаны. Бас вообще просто, стены дребезжат. Вы не видите? Но здесь у нас пипец дискотека пацаны. Акова дискотека. Тут были такие смешные шутки, но мы их на всякий случай вставлять не будем. Ну и надо сделать какой-то балансик, потому что это невозможно. На ударные мы, конечно же, закинем фон фильтр Сатурн. Время на клиппере немножко разогнать. Ну и я хочу сделать сайдчейн за счет автоматизации громкости на лимитере. На 808 баз кидаем лимитер. Правая кнопка мышки на gain. Create automation clip. Первая точка copy value. Ставим куда-нибудь вторую точку. Paste value. Первую опускаем. И сейчас нам нужно на слух все это подогнать. Такой паузы между киком и басом быть не должно. Вот так идеально. Кик и бас должны звучать как единое целое. То есть кик должен плавно переходить в бас. Расположим это во всех местах, где кик у нас пересекается с басом. Даже вот на этой пробежке. И этот клип автоматизации мы можем назвать даже, например, kick side chain. И дать ему какой-нибудь красивый цвет. Вот такой. Почему бы и нет. И также закидываем лимитер на группу инструментов. На gain правой кнопкой мышки жмем link to controller. Смотрим, чтобы remove conflict было отключено. И выбираем вот этот клип автоматизации. И если вам не нравится звучание, то drive-ed можно немножко прибрать на лимитере для инструментов. Потому что у кика и баса пересекающихся частот гораздо больше, чем у кика и наших инструментов. Поэтому чуть-чуть прибираем drive-ed и все окей. Потом снова играет парт из антрухи. Так вот мы обрезаем ударные. Единственное, вот этот звучок мы сохраним. И кика у нас тут не будет. Поэтому вот этих клип автоматизации для side chain накопировать сюда не надо. Ну и чтобы кик звучал чуть-чуть поярче, я накинул на него фаб-фильтр Saturn. Вот с такими настройками. То есть низкие частоты кика мы не трогаем, но при этом высокие мы разгоняем. И G-клипом немножко добавим ему перегруза. Отдельно звучит не идеально, но зато в миксе мне нравится. Ну и раз пошло такое дело, я и для клэпа решил сделать такой же side chain, как и для кика. Ну и вот так вот звучит примерно та же партия, только сыгранная на библиотеке для контакта. Для этого я использовал библиотеку Ильи Ефимова. И целую пачку эффектов, если их выключить. По очереди открою для вас эффекты. Если хотите, могу закинуть эту версию в проект в итоговой. Но по-моему то, что получилось с Русланом, звучит поприкольнее. А на мастере у нас Exciter, Gentle Tape, Vintage EQ, минус 200 Гц на 1,3 дБ. Gentle Veef на Imagery, на максимайзере настройки вы видите сами. Ну и как вы, наверное, поняли, этим видосом я хотел сказать, что я-то, конечно, когда-нибудь уйду. Но в 2022 году еще поснимаю для вас видосы. И если этот ролик вам понравился, то смело ставьте лайк прямо под ним. Можете написать в комментариях, нравились ли вам мои видео вообще в этом году. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Потому что другие видео вам могут понравиться, если понравилось это. И, конечно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмекингу, подробнее о котором вы сможете узнать у меня по ссылке в описании. Огромное спасибо Руслану, отечественному битмекеру, за то, что согласился записать гитару для этого ролика. Ссылка на его канал есть в описании и будет в конце видео. Ну и, конечно, с наступающим Новым Годом, битмекеры! Продолжение следует... Съешь этих мерзких французских булок, давай пей кофе.